привет друзья с вами компания сферокар меня зовут никита и сегодня я покажу вам действительно интересный как минимум достойный вашего внимания я даже сказал нашего с вами внимания потому что я сегодня буду изучать ее прямо вместе с вами это корейский люксовый кроссовер genesis gv80 это встречайте красавцы genesis стал отдельным автомобильным концерном в ноябре 2015 года вообще это можно сказать дочернее предприятие от hyundai возглавил компанию manfred фиджеральд который до этого был дизайнерским руководитель директором по дизайну lamborghini поэтому тачкой получилось вот с таким диким выразительным и ни на что не похожим но хотя здесь мы еще разберемся экстерьером он сразу заявил что к 2020 году у него будет 6 люксовых корейских тачек и 2 из них будут кроссоверами первым появился седан назывался он g90 а первый кроссовер именно gv80 тот же самый что сейчас стоит у нас вышел в свет в 2020 году и разрабатывался он при поддержке дизайнера который до этого работал дизайнером на бентли и по-моему в шевроле camaro он тоже принимал участие в последних версиях в разработке кузова тачка начала в 2020 году продаваться на рынке сша как и практически все корейские автомобили до делались с ориентацией большинства покупателей на рынке сша и только в двадцать первом году ее начали выпускать в корее короче друзья сегодня мы с вами разберемся что это за автомобиль почему он достоин вашего внимания и грамотно ли будет его сравнить с бентли и мерседесами давать начинать концептом вот этого автомобиля стал одноименный концепт gv80 который был на водородном двигателе в 2017 году его представили в нью-йоркском автосалоне но в дальнейшем от разработки водородных двигателей решили отказаться позже вообще корейцы перестали делать разработки в этом направлении и вот лишь двадцатом году эта машина получила несколько бензиновых двигателей внешка кто-то говорит что прямо вау это реально кали калерский калерский бентли корейский соответственно хотел сказать но у меня такие смешанные ощущения вроде бы как люксово максимально что-то вот из ряда роллс-ройсов или действительно бентли напомним что дизайнер который придумал эту тачку реально работал с бентли вот на мой взгляд немножко перебор огромная массивная решетка выглядит грандиозно вообще всем внешним видом по передней части тачка показывает максимальный люкс такая типа в учебу офигели тут все крутые чуваки толстые с большими чемоданами приехали на жирной тачке нет много лишнего хрома слава богу корейцы начали отходить от этого теперь китайцы хром лепят короче меня смущает во внешке да на вкусах не спорят как говорится что огромная решетка очень массивная и узкие двухсекционные фары огромные 22 эрдоганы маленьких колес на этой машине то по моему самое минимальное это 20 но для кроссовера такого размера я думаю меньше и не поставишь длина у тачки 4 метра 975 сантиметров и 1 745 ширина по факту размеры достаточно большие это крупный кроссовер вот но если смотреть на него издалека все-таки какие-то черты вот этой люксовости от седана он в себе сохранил классно здесь смотрится вот эти вот даже не столько хромовые сколько почему-то мне хочется назвать их зеркальными вставками на нижней части двери не знаю что случится с ними при эксплуатации по россии легкие я бы сказал даже элегантные жабры едва заметны и на крыле они естественно не настоящие да никакого там потока воздуха нету но здесь у нас повторители задняя часть вообще все геннессов что у седанов что у кроссоверов но имею виду форма стопорей она очень похожая тоже много споров кто-то принял эту внешку вот это вот угловатую простоватую да кто-то говорит что да фу блин вообще что-то не то период перебор перегруз я скажу что сзади мне эта машина например нравится больше чем спереди все как-то более сбалансировано аккуратно спрятаны в нижней губе заднего бампера две выхлобнушки очень необычно здесь расположена кнопка открывания багажника на дворнике если вы будете ночью в суматохе искать не знаю фиг найдете поэтому друзья посмотрели запомнили теперь знаете мотор g4 кр 5 называется двигатель это двух с половиной литровый бензиновый двигатель внутреннего сгорания работает в паре с восьмиступенчатым автоматом . у нас полноприводная привод полный постоянно здесь электрическая раздатка то есть сразу скажу что это максимально напичканный электроникой автомобиль поэтому естественно здесь есть все системы типа контроля устойчивости и распределение крутящего момента по осям этому уделять внимание я не буду тачка метится в конкуренты mercedes или bentley rolls-royce и так далее естественно здесь все системы активной помощи при движении будут присутствовать расскажу сейчас о двигателях и технических еще платформах на которых эту машину можно встретить естественно водородную версию мы с вами не увидим но можно приобрести ее на трехлитровом дизеле с мощностью 273 лошадиные силы как на заднем так и на полном приводе и есть еще сумасшедшая абсолютная версия три с половиной литра бензин turbo на 380 лошадиных сил ой 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 очень быстро также на заднем либо полном приводе ее можно получить у нас с вами также турбовый мотор двух с половиной литровый 304 лошадиные силы он выдает нет желания получить какого-то спортивного удовлетворения от управления вот такой тачкой за этой машиной сидишь знаете как за роялем играешь размеренно какой-нибудь легкий блюз короче говоря и просто кайфуешь от того что чувствуешь себя как дома на диване попиваешь кофеек давайте посмотрим салон ощущение первое максимально комфортно знаете еще у нас светло-шоколадные вот эти вот она ощущение не обыденности не какой-то автомобиля до буднего а прям вот ощущение праздника какой-то праздничный подголовно почему-то реально со свадьбой ассоциируется потому что у меня на свадьбе наверно тачка была похуже чем вот это не пропадает у вас ощущение что вы заплатили нормально бабок да и едете как мне вот недавно коллега сказал есть ощущение что заработал бабок и едешь прямо в кайфовой тачке прям чувствуешь себя немножко королем или множко королем чувствуешь себя кому это важно друзья приобретая эту машину вы не прогадайте у нас кожаная отделка при том что в нашей версии и приборная панель полностью обшита кожей обшита до конца абсолютного здесь вот деревянные вставки не удивлюсь если они действительно деревянные они пластмассовые блестящие серебряные кнопочки при том что не хром вот этот вот дешевый до который раньше корейцы тулили везде где подряд а прям вот аккуратные серебристые вставочки лакированные в россии эта тачка представлена по моему в трех комплектациях престиж эксклюзив и премиум вроде отличие там незначительны только по наполнению салона до в корее комплектации нету мы возим оттуда тачки только самые жирные но человек который заказывает машину новую в генезисе он просто открывает грубо говоря сайт и как конструктор собирает выбирает каждую опцию которая ему нужна поэтому они там все эксклюзивные могли бы быть если бы все корейцы себе полностью все жирное не пихали поэтому у нас здесь все огромный дисплей который кстати говоря с комплектацией не меняется 12 3 дюйма он остается у нас здесь также цифровая приборная панель которая максимально интерактивная меняет свои положения меняет сюда же у нас передается вся информация с миллиона датчиков которые в каждой системе этого автомобиля присутствуют со всех камер со всего-всего это тачка в которой реально первыми использовали систему активного шумоподавления то есть снаружи кузова стоят микрофоны которые считывают звук а внутри стоят динамики которые воспроизводят контр звук понимаете как в наушниках кайфовых поэтому уровень шумоизоляции дополнительно искусственно поддерживаемые еще электрически здесь безупречней шить у нас сенсорное управление основными приборами до климат-контролем естественно раздельный климат я думаю что и не только двухзонный я так полагаю что даже четырех зонный обязательно присутствует беспроводная зарядка сзади такого удовольствия не знаю сейчас выясним пойдем что еще чем можно управлять из салона мне нравится что при включении поворотников у нас как в бмв до один из колодцев становится монитором для боковой камеры до контроля поворота в общем ощущение комфортности и безопасности в этом автомобиле абсолютно достойно того чтобы до назвать его реально люксовым жирным автомобилем задняя часть салона во первых не сказал бы что тут очень много места хотя сидушки у нас двигаются вперед назад можно еще откинуть спинки естественно для комфортного передвижения на дальние расстояния но честно почему-то я визуально да когда смотришь на тачку почти пять метров длиной кажется что хочется места побольше но это я чисто придираюсь друзья нет ощущения что здесь мало места хотя вот у меня сидушки почти в коленке почти коленками упираются по удобству по материалам вы здесь также ничем не обделены естественно как и спереди все четко я у нас кстати говоря не такие вот достойные вполне корейские коврички оригинальные коврики лежат в багажнике очень удобно что к своим ворсом чтобы ваш салон сохранить в чистоте целом ничего необычного в задней часть салона я не нашел докопаться тоже особо не до чего можно ли сравнить по комфорту с мерседесом с бмв до или с бентли ну насчет бентли не знаю но говоря о других популярных грубо говоря мастодон тогда автомобильной промышленности ну я бы сказал что да ничем не хуже как минимум продаводчики друзья не сказал на каждой из пяти дверей они присутствуют не самая нужная вещь но очень приятная в тачках бизнес-класса вот эти штуки очень большим спросом пользуются вообще во всех концертах багажник глянь багажник есть опция автоматического без как там система открывания багажника без рук да с вот это вот ерундой просто ее видимо надо как-то включить вот что интересного в багажнике вообще в описании машин написано да что одностворчатое открытие багажника специально сделано с тем расчетом чтобы удобно было сажать туда собаку ничего здесь абсолютно необычного я не увидел во всех практически автомобилях багажника открывается вот так вот у нас достаточно просторный багажник при том что кнопочкой можно сложить спинки задних сидений до что с салона что с багажника непосредственно и разложить автомобиль практически в ровный пол тем не менее какой-то не габарит рояль там я не знаю что в таких тачках можно перевозить или какой-нибудь антиквари гусли клюшки для наконец-то вот именно в этой тачке можно применить любимую фразу про самую странную вещь которая видел это вот эта огромная сумка с клюшками для гольфа влетит как нефиг делать не сказал очень важную вещь что тачки эти бывают как пяти так шести либо семиместные то есть три ряда сидений да при этом у вас второй ряд остается либо вот таким вот трехместным либо это будет два раздельных капитанских кресла тоже оптимально по факту это это кто это у нас mazda cx 8 до такой же концепции построена просто она менее люксовая друзья если кто смотрел обзор на cx 60 вот это уже другой уровень конечно но сегодня у нас генезис у нас есть фальш полка который можно открыть здесь все заводские до ништячки типа знаков аварийной остановки какие-то дополнительные рамки номерные видимо завода у нас еще остались вот такие вот рамки непосредственно самого генезиса здесь еще один шкафчик хрен его знает что там находится не будем ломать вдруг туда нельзя открывать здесь ремкомплект и компрессор и веревка а это не веревка это сетка я так полагаю которая натягивается у нас здесь сзади вместо полки чтобы на пассажиров ничего не летела вот такой вот комплект с баллонником и буксировочным крюком в дилерских российских версиях она сто процентов идет с запасным колесом в корее положили опять же ремкомплект потому что дороги видимо там другие и проколоть колесо намного сложнее чем у нас вот скажу что материал багажника даже вот этой вот полки самой нижней заслуживает тоже внимание то есть это не просто показуха он здесь действительно толстый прочный при том что и цвета подобраны так что и звучит выглядит точнее максимально ну как не даже сильно но благородно да вот по богатому и в то же время это универсальный практичный очень не марки цвет и сама полка тоже прочная в общем от меня здесь респект по практичности и по внешке что хочется еще рассказать пока я наслаждаюсь управлением этой тачки что здесь стоят полностью пневматически управляемые амортизаторы в общем речь о том что машина определяет препятствия еще до того как на него наезжает и подстраивается под него заблаговременно помимо этого куча датчиков собирают информацию о стиле вашего вождения и также подстраивают автомобиль под вашу езду поэтому тачка максимально будет комфортно каждому у нас несколько режимов езды комфорт спорт нормал плюс еще есть выбор да по террину песок грязь снег и так далее если выбирать комфортный режиму то машина вот кстати говоря тем не менее пинок ощущается то есть вы подаете газку и чувствуется что она набирает ускорение вот вообще она убаюкивает вас то есть вы катитесь потихонечку не хочется на ней никуда винтик все ощущения вот реально что вы сидите за роялем где-то просто немножко контролируете ситуацию окружающую я думаю что вот на такой машине можно ехать себе ехать а все окружающие участники его движения будут под вас просто подправить целом из ощущений ну не сказал бы что прям очень сильно мягко она и проглатывает какие-то неровности то есть это возможно после того что я езжу на равном джипе мне например на нем намного комфортнее хотя для городских реальности я бы сказал что то да нормально нормально обычный кроссовер по уровню комфорта я пускал сопоставим с там каким-нибудь ниссан мурана да то есть чуть пожирнее чем x-trail или там инфинити свеженькими ничего такого заурядного пельхарек да по нашему вот что мне нравится очень классно сделано у нас проекция на лобовое стекло показывают скорость показывают все угрозы то есть углы приближения контроль мертвых зон все системы и так далее мне нравится сама посадка достаточно удобно здесь сидеть плюс есть миллиард вариантов под регулироваться память у нас всего на двух человек но вряд ли опять же 10 человек будет визит на таком автомобиль а если будут то пускай настраивать себе сами в общем это не наши проблемы я возможно докапываясь уже до этой машины музыкальная система не сказал у нас стоит лексикон достаточно популярная хорошо зарекомендовавшая себя в европе короче друзья не гоночный автомобиль хотя в принципе скорость по цифрам набирается достаточно достаточно быстро но по ощущениям хочется прям выйти всех высадите прям руками и толкнуть чтобы она стартовал с места все это почему потому что во первых я не переключил коробку в спорт режим во вторых потому что это максимально люксовые автомобили за которым вы сидите как за роялем и нефиг давить на эту педаль как сумасшедший вот и все даже спорт режиме тестировать не буду потому что не для тех людей это . а если вы хотите гонять то не забываем про трех с половиной литровую турбовую бензиновую версию на 380 лошадиных сил я думаю вам за глаза этого хватит опять же любители погонять возьмут себе бэху мне кажется итак друзья подытожим что мы посмотрели сегодня мы посмотрели реально стоящий классный автомобиль можно ли называть его люксовым да можно можно ли назвать его конкурентом mercedes у джи лэс или рейндж роверу ну джи лэс и я не знаю скорее всего гэл ешки все таки да джи лэс немножко у меня почему-то все равно с машиной другого класса ассоциируется да вполне друзья это максимально комфортная люксовая понтовая тачка при том что выбирая генезис вы очень сильно выигрываете по цене если рассматривать mercedes или бэху за которую нужно будет отдать ну минимум семь с половиной восемь миллионов рублей то приобретая генезис из южной кореи за четыре с половиной тире пять миллионов вот этот красавчик обошелся в пять миллионов 300 тысяч рублей уже в круг во владивостоке со всеми таможенными нюансами более того мы привозили такую машину 2023 года абсолютно новую и она зашла чуть менее 8 миллионов что сказать о конкуренции этих тачек концерна hyundai как таковой да хоть он и имеет уже некоторый опыт и заслуживает наконец-то уже потому что я тоже долго не признавал корейские автомобили пока не появились китайские теперь я могу туда всех собак своих спустить а корейцы вроде бы как бы уже ничего генезис это довольно молодой бренд поэтому он сейчас все свои машины максимально технологично нашпиговывает всякими люксовыми вещами что по экстерьеру что по интерьеру по технической части машина старый добрый hyundai я думаю вопросов к ним не будет потому что это очень надежные автомобили как выяснилось что было сюрпризом даже для меня речь о цене потому что если мы покупаем с вами бмв или мерседес подобного класса естественно мы переплачиваем конкретно за бренд что и в принципе сопоставимо с покупкой любой люксовые вещи тот же самый iphone а эти ребята просто дарят нам те же самые эмоции за намного меньше деньги если говорить про трех с половиной литровую бензиновую версию на 380 лошадиных сил но где-то пять с половиной минимум вам придется выложить и трешка дизель от пяти там пять сто пять двести можно в принципе рассматривать такие варианты как на переднем как на переднем как на заднем так и на полном приводе друзья у дилеров такие машины в самой простой комплектации стоят от шести с половиной если брать чуть пожирнее то ну семь с половиной за самый низ друзья традиционное окончание не забывайте что в японии в южной корее а теперь еще в америке в арабских эмиратах и прости господи в китае есть идеальный автомобиль для каждого и возможно где-то там уже ездит ваша будущая малышка поэтому подписывайтесь на наш канал если еще не подписаны ставьте лайки и до новых встреч в сферокар а а Компания «Сферокар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сферокар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля. Компания «Сферокар»